Водитель лесовоза, груз которого протаранил пассажирский автобус в Навашино, выслушал приговор суда. Напомню, жуткая трагедия с многочисленными жертвами произошла в ноябре прошлого года на трассе близ села Анциферова. Пиломатериалы, которые водитель вез в Дагестан, соскочили с лесовоза и врезались в салон автобуса. В больницу попали 28 человек, а семеро погибли. Я ехала с ПТУ, вот, пожалуйста, результаты, больше ничего не знали. Была в больнице, она не ехала, она не дождалась вертолета 15 минут. Мы ехали нормально и поворачивают там фургон с этим, с этого не знаю, с чем было. Мы видели, что он ложится прямо на нас. Я стукнулась стеклом, я не клоню ничего. Я видела, как кур ложилась на нас, ну, вот эти вот, все летело и все. Места не было, стояло около двери задней. Вот, потом резкий удар, ну, я как бы сознание потерял. Очнулся на улице, везде доски, там кровища везде, друзей, там много погибло. Видите, там кто-то кричал, кошки выбивай, там, и так далее. Маму мою вытащили, вот, у меня на руках умерло. Все. Впереди кто сидел, с этой стороны, там, мальчик, вот, Стефан у нас умер. Сколько ему? Шесть лет же было, вот. Водитель лесовоза был арестован практически сразу же. Им оказался 24-летний житель Дагестана. По версии обвинения, Камиль Нурбагандов у крутого поворота выехал на полосу встречного движения, в результате чего и произошла авария. И вот суд вынес ему приговор. Суд приговорил признать Нурбагандова Камиле Магомедовича виновным в совершении преступления и назначить наказание с применением статьи 62 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации 4 года 6 месяцев в лишении свободы с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Вы, Сергей, нам рассказали, как оцените решение суда? Согласен. Наверное, очень строго. 4,5, ну, как молодой парень 4,5, я должен потом за него пахать. Виски, миски, все предлагают, всем деньги нужны. Он будет сидеть, я что за него, я же не смогу работать за него. И выпустили, пускай бы работал. Зачем его сажать? Он же родину не предал, например. Это просто авария неумышленная. Он не хотел, и никто этого не хотел. Ни водителя автобуса. Но сын оказался в ненужном месте, ненужное время. Кстати, этот суд по данному делу еще не последний. Теперь уже гражданский суд будет рассматривать иски семей пострадавших по выплате морального ущерба.